Всем привет! В прошлой серии мы выехали из деревни Сутоки на болото Ашинский мох. Дорога была, не сказать, чтобы такая легкая, хотя было много воды в болоте и ехать было можно. Вот, как видите, мы сейчас мчимся. Кто-то из романтиков разжигал костер, а кто-то из практиков готовил еду в это время уже. Утро мы проснулись и увидели вот такую красоту. Попили чаю, собрали вещи и двинули к сбитому самолету. А как мы добрались до самолета и каким мы его увидели в этом году, смотрите в этой серии. Наконец-то мы добрались до самолета. Путь был достаточно сложный и в конце мы еще поролись в лес. Вот мы и приехали. Все как в прошлый раз. Вмятина, нервюры, лонжероны. Все так шерсть не может сделать. Вот видите, у меня сунжальчик возрожден. Ну вот нам надо было. Откопал кусок обшивки с номером 750. Ну что ж, ребят, пока наша банда Ух опять разводит огонь, у них пока есть дым, я уже поставил гриль и буду готов через 5 минут варить еду. Ребят, дед Миней нам рассказывал, что этот самолет упал во время Второй мировой, упал зимой. Один пилот выжил и в одном сапоге пришел в деревню. Железо уже потом с самолета вырубал кузнец. Ему освободили от труда дней, и он ходил и вырубал железо, которое может куда-то еще пригодиться. Вот такая была история. Да, ребятки, набрали мы тут компост. В будущем году можно будет картоху сажать. Привал. Ну и что ж, неизменный О-Гриль, который нас выручает. Опять. Сейчас вот подогрей на нем курочку. Сжарили вот эти фигни, не помню, как они называются они. Как это называются? Фигульки. Вкусно будет. Вон там для горит, видите, романтика. Дымок, огонек. А здесь готовим. Берешь вот так вот раз вилочку. И погнал. Ку-ку, курица убежала. Гриль сделал свое дело, гриль должен уйти. Гриль устал. Гриль устал, да. Мы собираемся, едем дальше. После перекуса и посещения самолета мы продолжили свой путь. Куда пока еще, сами не знали, где ночь застанет, там и ночевать будем. Но наметки были. Было одно интересное озеро, а на нем интересная площадка. И мы не знали точно где оно, так как у нас были действительно на картах просто листочки белые. И даже не было треков. И мы вот кое-как там где-то залазя на дерево, ища интернет и видеокарту там с разрешением из Беломорканал пачку, ехали к нашей цели. А тем временем попадалась вот такая лютая часть. И в ней вот по минутке, по сантиметру, по 10 сантиметров в минуту чоп-чоп-чоп-чоп, идешь-идешь-идешь. Но, как я уже говорил, есть вода в торфе, значит, вездеход будет двигаться. Самое страшное, когда нет воды вообще. Настроение у всех бодрое, пузы натянуты. Хорошо. Кажется, что можно ехать так вечно. Мы третий год ездим на болото Оршинский мох, и оно нам постоянно дарит какие-то сюрпризы. Вот нашлись какие-то озера, нашлись какие-то точки, которых мы вообще никогда не видели. А еще говорят, еще есть где-то два или три самолета лежат в болоте. Надо искать, надо пробовать, надо стараться найти, надо гнаться за этими туманами. Загрузка у нас не шибко большая. Ну, наши 50 килограмм консервов там, для копа что-то мы взяли. Холодильники продуктами забили, солярки пару канистр зацепили. И, в принципе-то, у нас выезд всего на две ночи рассчитан был. Бегом, бегом, быстро, быстро. Но, тем не менее, загрузка есть. И вот сейчас видно, кстати, как мы идем без карты, без трека, без всего, практически, идя по азимуту. Тыкаясь, как котята, разворачиваясь где-то, поворачивая назад, выбирая снова направление. И без карты мы, скажу вам, становимся действительно, как слепые котята. Ой-ой-ой, что GPS с нами делает, а? Ну, хотя мы, наш экипаж спокойно может управляться и одним компасом. И имеем навыки привязки к карте и прочее. Но все-таки расслабляет, вот электроника расслабляет нас. А тем временем, пока мы плутали, садилось солнце потихоньку. И у нас были все шансы заночевать или в болоте, или не найти точку, которую мы ищем. У нас так ориентироваться не почему. Вот ребята, видите, шерп после тюнинга в жуков гараже. Вы первый раз. У ребят накат, наверное, много часов 10-15. И они себя достаточно уверенно чувствуют в болоте. Тренируются, ездят с нами. Ура, наконец-то показалось озеро. И, увы, это было не то озеро. До нашего вызера еще километров 5-6 пилит. Так что едем, едем. Не останавливаемся. И так уже солнышко садится. Аж сигнал отвалился у меня. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это ты ехал мощно. Аж сигнал отвалился. Аж сигнал еще не было, да. Да. Вот это условие. Вот это условие, ребята. Зверские. Техника не выдерживает. Гудки отваливаются. Шерповоды не забываем чистить защитную сетку на радиаторе. Вот мы проехали по лесу. Видите, что скопилось. Сразу же начала расти температура. Это опасно достаточно. Также в мелкий снег, вот, когда идет снег, тоже налипает на решетку. Внимательно за этим следите. Дань, за 12 лет. Я думал, там горсть, ребята. Видели, что они привезли-то нам? Да. Еще прошлогодняя. Хороша вообще. Ваника. Вот вчера хороша была. Крапа. Да, крапа. Но там, другой берег. Здесь. Поехали, поехали. Нас очень часто спрашивают, на каком едете давление. Ребят, надо понимать, что давление у каждого будет свое, потому что у каждого разная загрузка. Мы ездим на комфортном давлении. Делается это следующим образом. Накачиваем колеса побольше. И потом плавненько начинаем спускать, пока не перестаем скакать. Все, вот оно, ваше комфортное давление. На нем и едем. Надо было прямо через уже. Выдохли. Ого-го. ИНТРИГУЮЩАНСИЯ так ну что ребят вот мы приехали на вот такое обалденное место вот с такой площадкой кто-то здесь постарался дай бог ему здоровье сделал вот такую красоту смотрите вот вам рыбалка сразу же кто тут рыбачить хотел у нас и вот такое прекрасное озеро интересно будет посмотреть насколько он прозрачность так ребятки полным ходом идут приготовления вот там романтический костер разжигает я здесь уже скоро буду есть там ловят рыбу нам на этот на гриф или на костер вот вот у нас мешок для мусора повешены же вот у нас мачта освещения стоит все условия только борись у нас ребят работает маяк и где-то вот там идет шерп вот там вот это вот как раз вот тот случай когда в магазин на шерпе сгоняли а мы поставили вот такую палатку палатчики на стекло хорошо пол арберт фемили ой красота здесь красота просто прибытие шерпа прибытие шерпа к пристани как ребят вот наконец-то приехала третья машина у нас а мы готовим форель так вот подумали почему бы нам не приготовить форель все мы сегодня только уже не готовили на этом глине готовили еще форель накинули картошку в гриль положили и в костер вот тоже напихали картошек сейчас посмотрим где у нас получится вкуснее не здесь конечно романтичный снаружи подгорелась внутри сыровато кушаешь хрумкает зато процесс у нас конечно будет все равномерно но не так конечно это романтично но зато вкуснее что народ всем как говорится спокойной ночи у нас сегодня был хороший веселый плодотворный такой денек ну и в конце концов приперлись все ребят день закончился мишка с вами уже наверно попрощался на видео а я только вездеход залез на улице холодно ноги замерли стояли за столом болтали затупел все всем спокойной ночи завтра у нас будет супер марафон всем доброе утро оно у нас вот такое прекрасное туманное вот там где то есть озеро я точно знаю там мокро два километра переплывать да если что вчера вот подвиг был совершен за водой через озеро мы только проснулись сейчас умоем мочки расчешу зубы и вперед починяем соль салонку всем доброе утро народ у нас сегодня утро утро у нас сегодня вы не вот она щука то метровая самая правильная попалась давай сделаем улыбку и щуки она улыбается и не везде смораживает первая осень пришла зима уже даже зима уже потихоньку приходит дня два-три и снег пойдет хорошо на болоте не комаров никого клюква опять же растет наш флаги собирается потихонечку заправляются себя заправку делают проверяют шарики подшипники вперед чем мы тут два дня проехали нам надо быть сегодня проехать часа за четыре вся проблема ребята что ни у кого нету карты я карты подготовил сделал но не загрузил планшет поэтому мы едем по белому листу пол болота у нас есть пол болота нету а без карты мы как-то путаться начинаем так что тут у нас происходит разоправка происходит щечки угры который нас кормил все эти дни хорошо да у нас чистота и порядок весь мусор набрали что может сгореть сожгли костерки спасибо людям которые построили этот настил сделали спасибо за прием за то что мы могли здесь погреть свои пятые точки вы кормить наши животные молодцы влаги власть выступает она не попал скорее всего влаги набрал его расперла крайне доски просто выкинула да конечно обратная дорога обещала быть новой но и в то же время нелегкой были такие торпельные ямы но и а и и и и и и Так, ребятки у нас там застряли На крайнем шерпе Ну, сказывается Небольшой опыт вождения Ничего более Небольшой опыт вождения Ну, вот здесь и мы подзасели сами Тут, наверное, самое лучшее правило Не мешай машине ехать Можно чуть-чуть На первой передаче поддавая газком Так вот, расшатывая машину, раскачивая Как бы двигаться А бывало, что мы с Мишаней просто в кунку ходили Пили чай И там 10-15 минут машина сама выезжала Подгребала грязь спереди Выкидывала ее назад И таким образом постоянно двигалась Главное, если в луже с торфом есть вода Если это лужа, а не сметана, которая облевляет колеса То вездеход рано или поздно все равно у вас выйдет Ну, вот что здесь и произошло, в принципе То есть, если вы двигаетесь Хотя бы сантиметр в минуту Вы двигаетесь, вы не застряли Не паникуйте Никогда, ребят, не торопитесь Вот по таким вот лесочкам На крестиконе Можно поймать Вот такую елку Которая она зайдет в салон Поснимает головы И легко выйдет через заднее стекло Это очень серьезный комплекс У меня был в жизни случай, когда У меня На Polaris и Ranger пробило вот так вот Голом осиновым Пробило морду, пробило пол Прошло между двумя людьми Оторвало мне клапан кармана заднего И пробило спинку сиденья Заднее Вот мы двумя квадриками еле-еле Его вытащили Чем дальше мы двигались к краю болота Тем красивее становился вокруг Туман и высокий конденсат Создал просто завораживающий эффект На деревья Каждая иголочка у деревьев Каждый листочек был покрыт пинем И это просто завораживало Ну, конечно, когда можно было Повернуть голову там и полюбоваться Всем этим делом А не управлять Потому что сегодня у нас действительно Марафон Сегодня нам надо успеть проехать За 4 часа то, что мы проехали За 2 дня То есть, что мы ехали туда Нам надо обратно вернуться И еще одна трудность Это у нас нету карты этой области вообще У нас есть какие-то старые треки Но непонятно, летние они или зимние Будут ли они через озера где-то переходить Как-то вот так вот Посмотрите, какая красота по борту Вот так мы и ехали Порой вот так подскакивая Потому что вроде лужа ровная-ровная Влетаешь в нее А там такие колдобубины Думаю, у подвесочной машины бы вообще все оторвало Какой-то очередности в движении у нас не было Как могли, так и ехали Где-то были широкие зимники То есть мы разбредались Ехали в одном направлении Естественно, когда направление терялось И мы начинали плутать Кто-то выходил один вперед, у кого была карта И так и двигались потихоньку Никуда не торопясь Ехали мы, ехали Нашли лодку вот такую Слушай, я вот думаю, мы неправильно здесь ходим Вот правильные люди здесь на лодке ходят Просто поворот они, видишь, не вписались Не занесло, перевернуло Есть кто дома? Медведь? Выходи Вездеходом сюда ее затаскивают Нет, идем вдоль воды или отдаляемся? Там вот развилка была, налево или прямо? Отдаляемся, вдоль воды не идем Отдаляемся Понял Вот такую лодку нашли у рыбаков на озере Скорее всего, они приезжают И чтобы лодка не была на озере Чтобы не оставалась Чтобы никто там ее не утопил Не дай бог, там еще что-то Они ее цепляют вездеходом И оттаскивают в лесок На какое-то свое место Где она и лежит И зимует, наверное Потом приезжают, зацепляют обратно И на озеро рыбачить И на озеро рыбачить И на озеро рыбачить Лежит очень много бревен на зимнике Видать, ни одна ГТС-ка тут затонула Вообще, на болоте Несколько тракторов утонувших Есть пара вездеходов И, говорят, два или три самолета Ну, это нам придется выяснить Уже в следующих наших путешествиях Опа! А это кто нас ожидает? Приветствуем Привет-привет! Как оно? Да ничего! Спратимся вроде Понятное дело Можете зайти в вагончик к нам Я думаю, да, сейчас остановимся Я понял Канал на ютубе Герасим Шерп называется Я просто про Шерп смотрел Герасим Шерп Ну, это нас, наверное, и видели Мы по всей стране путешествуем И показываем на вездеходе На этом Путешествуем, показываем А звать как? Небесный Михаил Васильевич Небесная фамилия? Да, фамилия Шикарная Да Редкая и красивая Я в молодости был тоже неотразимый Девки все падают И сейчас даже не отказываются Вот так познакомились Ребятами тоже отдыхают Здесь приехали на вездеходе Ну и бачат И это недельку малою Постоим Ну а мы поедем Рассказали они нам И не кто там интересного Сгласитесь, жутковатая жижа Идти по ней вообще нереально Сразу же проваливаешься Вездеходы еще как-то едут Но это зимник Он зимой вот разбит, раздавлен Летом по нем вообще Мало кто ездит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Некоторые участки нашего пути Были достаточно скоростные И мы отрывались по полной Тапливая тапочку Вот прям вот До победного Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите какая качественная сметана Можно и в борщ добавлять И на хлеб мазать Как масло вологодское Густой торфец Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж мы добрались до протоки И будем ее переплывать В обратную сторону Вся сложность в том Что выход из протоки Весь плотно засажен деревьями То есть везде плотно они растут И надо найти где-то оконце Где мы сможем протиснуть Ну вот нашли на берегу проход И вот такой полок Все бы ничего Рыбаки останавливаются и прочее Ну и ребята блин Убирайте мусор с собой Ну нагадить-то можете Наверное можете убрать Ведь принесли же в этом мусоре Что-то сюда Ну вот мы и проехали Петро-Озерий Это три деревни Расположены в центре болота Где когда-то проживал дед Миней К сожалению в этот раз Мы к нему не заехали На могилку Не проведали Но у нас в планах Есть посетить его весной Следующего года И заодно Обновить ему память Поставить Ну и посмотреть Что-то с могилкой Вообще происходит Раздать картошку О, картофан раздают Класс Я теперь тоже поем Они знали куда ее деть Да, сейчас хорошо заходят Ну хотя она и фо-гриля Но это самое Неправильно Мишка изучает прикус на шоколадке Шахматный Ха-ха-ха Фитнес унесли. Для тех, кто собирается приобрести вездеход, но еще не понимает, какой именно он должен быть, под какие конкретные условия и задачи, у нас хорошая новость. Звоните, пишите нам. Мы расскажем и покажем на практике преимущества той или иной модели и поможем вам сделать правильный выбор. Мы также приглашаем вас на тест-драйвы вездеходов, которые проходят в 45 километрах от Москвы. Мы не продаем взглядцевых проспектов. Мы подбираем лучшее для вас. Половина нашей жизни проходит в вездеходе, и мы знаем, что делаем. Контакты для получения консультаций и записи на тест-драйв в WhatsApp и Viber. Плюс семь девятьсот двадцать шесть девять семь семь ноль восемь сорок шесть. Плюс семь девятьсот двадцать шесть. Плюс семь девятьсот двадцать шесть. Закончилась позже. Одна из машин у нас встала, потому как у нее закончилось топливо, банальное. Запас топлива у них был, они просто поленились его заправить на стоянке Ну и решили, что в болоте это будет прикольнее и интереснее Ребят, как только вы почувствовали, что ваш вездеход начинает подергиваться Не развивает полную тягу Останавливайтесь, накачивайте колеса И воспользовавшись системой заправки, которую можно поставить в гараже Заправляйте вездеход Если чуть-чуть перетянуть с этим моментом Можно просто-напросто засушить ТНВД И тогда завестись будет гораздо сложнее Но в таком случае тоже можно будет завестись Вам просто-напросто надо будет включить зажигание Подождать пока насос, расходный бачок накачает топливо И дальше уже крутить стартером Для этого нужен хороший аккумулятор Это опять же VistaBetter Ну а что сделать? Вот так вам приходится советовать хорошие вещи Которые мы используем сами В общем, не обсыхайте Уехал в лес лесной камуфляж А мы ждем второй шерп, который обсох по ленности Думаю, что у него хватит топлива, ему лень было заправляться Вот они теперь обсохли, сейчас заправятся в болоте В болоте это интереснее заправляться, чем на твердом берегу И поедем грузиться Собственно, мы сейчас тоже поедем грузиться Вот они наши Быстрее всех едущие и тратящие топливо Ну что, испугались? Нет Но выводы сделали Только начинает вот Дык-дык-дык-дык-дык-дык Слушай, замах там просто в топливе Короче, ребят, заправились они Приехали Вот привезли шмакли себе на сувениры Целый пакет домой В аквариум рыбку посадят Чай заваривать потом снизу Все, поехали На базу за машиной У меня просто шоколадки кончились на рот Я сижу за раз За виду идут Субтитры сделал DimaTorzok Все 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 Давай-давай-давай Давай-давай-давай Во Все Ну и как обычно, ребят, теперь уже Вот этот звук говорит об окончании нашей поездки Как вот так Спасибо за просмотр Надеюсь, вам понравилось Если не трудно, поставь палец вверх Подпишись на канал Расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше Конечно же, оставайся с нами И смотри наши новые видео Всего хорошего Искренне ваш Дерасим Шер Дерасим Шер Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok